Иисуса Христа Но я хочу в духовном смысле омыть ваши ноги Поделиться верой нашей общей, которая в Иисуса Христа И я представлюсь, меня зовут Андрей Сехин И знаете, в этом году исполняется 31 год, как Господь спас меня в возрасте 21 года Но примечательно, что 30 из этих лет я являюсь миссионером И все уровни миссионерства, их называют М1, М2, М3 То есть Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли Они были в моей жизни Сначала я, когда уверовал, проповедовал Евангелие вокруг, везде Потом Господь направил меня в Восточную Сибирь, в Забайкальский край Где Господь употреблял насаждать церкви И в 98 году меня одного из первых, если не первого, Господь призвал в Китай И я учил язык дни и ночи с ни одной компанией, ни одного друга Просто взял как служение, потому что общался с церквями И слава Господу, что за это время Господь, более 5000 пасторов, лидеров китайских церквей Употребил меня на служение Потом открылись двери Монголии, Камбоджи, Мьянмы И до сего дня я продолжаю эти служения Слава Господу! Но я хочу сегодня поговорить на тему И я хочу, чтобы мы открыли деяние 1 главу 4 стих Деяние 1 главу 4 стих И здесь слова Господа Он говорит Не отлучайтесь из Иерусалима Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня Ибо Иоанн крестил водою А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне свидетелями в Иерусалиме И во всей Иудее, и за Марии, и до края земли И знаете, когда мы слышим эти слова Когда мы читаем книгу Деянию 2 главу И мы читаем о сошествии Духа Святого Мы слышим это слово «сила Духа Святого» В нашу память, в наши мысли приходят сразу же чудеса исцелений Чудеса каких-то благословений Изгнания и освобождения от злых духов И прочие другие чудеса Но знаете, мы порой упускаем самое большое чудо, которое произошло Вы знаете, когда человек поистину исполнен Святым Духом И находится под его водительством Мир не восхищается его характером Но он понимает, что этот человек поступает более на высоком уровне Чем он позволяет его природа И он признает, что этот человек стал Божьим творением Вы знаете, если бы сейчас сколько нас здесь взяли И зрители, которые смотрят нас по телевизору Мы могли бы множество людей засвидетельствовать Сколько было исковерканных судеб Разбитых семей Может быть людей, которые были с какими-то болезнями И прочими, прочими, прочими О чем Иисус сказал, что враг, дьявол пришел, чтобы убить и погубить Но я пришел, чтобы изменить, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком И знаете, это большое свидетельство Это не меньше чудо, чем исцеление Вы знаете, если я возьму кусок железа и начну его нагревать Он станет горячим И я прислонюсь, и я обожгу им, что могу руку или что-то обжечь Но если я дальше буду его нагревать Он будет краснеть Потом он будет белый И он станет подобным огню И к чему он не прикоснется Все это загорится Вот это происходит с тем, кто наполнен Духом Святым И крещен Духом Святым и огнем Если вы возьмете лед Воду в замерзшем состоянии И начнете подогревать Она сначала превратится в жидкость А потом она превратится в пар Это то, что делает Дух Святой с человеком И когда человек наполнен Духом Святым Тогда человеческий дух в своих проявлениях Начинает превосходство с Богом И это просто говорит, что люди, которые наполнены Духом Святым Другие люди, глядя на них, они уже видят не их А видят Бога И мы всегда, как я говорил, ищем внешние чудеса И не способны увидеть это чудо Которое изменяет человека И знаете, я в этой проповеди хочу показать пример Петра Вы знаете, он яркий пример того, что произошло в день Пятидесятницы Мы знаем, что ветер пронесся по горнице Пришло обетование, которое сказал Иисус Они наполнились Духом Святым И знаете, Дух Святой не сошел на Иерусалим Он сошел на горницу, где сто двадцать человек пришли, ожидая Его Если когда-нибудь пробуждение придет в ваш город Или в вашу страну Если пробуждение когда-то придет Оно не придет в Омск Оно не придет в какой-то город Оно сначала придет в церковь И Дух Святой сначала сойдет на церковь А уже из церкви эта река будет течь мир Такой принцип Иисуса Он сказал у того, кто верит меня Из чрева потекут реки воды живой И когда мы читаем о Петре Мы видим великое чудо Ветер пронесся по горнице И люди были привлечены Толпы были привлечены Мы знаем, что там три тысячи человек покаялось Но там не было три тысячи Там может быть сотни тысяч было людей Это три тысячи только покаялись И представьте, сошел на них Дух Святой И люди были привлечены чем-то Они собрались вокруг И нужен был кто-то, чтобы вышел и начал проповедовать этой толпе И нужно понимать, что эта толпа Только семь недель назад распяла Иисуса Христа Кто же из этих 120 встанет? И вдруг поднимается Петр И кажется, он не отдает отчета своим поступкам Что он делает Но в то же время он делает это так Как будто он делал всю свою жизнь Мы знаем Он выходит И эта проповедь не должна щадить никому Никого Он проповедует этой толпе Потом он проповедует в храме И он проповедует прямо Вы виновны Вы распяли начальника жизни Вы распяли Бога, пришедшего во плоти И вопрос Тот ли это Петр Которого мы знаем в Евангелиях Мы знаем, что он имел ревность Но он был непостоянный И приходили какие-то искушения И он сразу же падал Мы знаем, когда он шел по воде Начал сомневаться Мы знаем, что он уверял Когда Иисус говорил ему Симон, сатана Велел сеять вас, как пшеницу Я молился, чтобы вера твоя скуднела Знаете, может на этом месте бы был пророк Елисей Он бы сказал Господи, есть ли такие страдания? Дай мне двойную порцию помазания Но Петр над меня Он говорит Господи, я с тобой в вагонную воду Я с тобой на смерть в темницу И мы знаем, к чему это привело И тот ли это Петр Который стоял во дворе первосвященника И перед девочкой маленькой Сказал, я не знаю Иисуса Когда он перед служанкой отрекся трижды Но теперь что-то произошло Что? Человек исполнен Духом Святым И он встает, не страшась, проповедует эту проповедь И мы знаем, что все его служение Даже до смерти, когда он принял мучительную Он говорит, я не достойен умереть, как Господь И его распяли вниз головой Что произошло? Нравственная перемена Бог изменил жизнь этого человека Бог изменил всю его жизнь И когда мы люди, о которых мы должны быть людьми О которых люди вынесли не просто такое решение Или как бы высказывание Что этот хороший человек Есть много хороших людей С хорошими качествами И даже в мире Но знаете, есть другое Когда человек наполнен Духом Святым И церковь имеет множество людей Которые обладают обычными христианскими достоинствами Но не полных Святого Духа И для того, чтобы церковь исцелить Мы должны увидеть истинное пробуждение Нам необходимо и людей Чей Дух будет говорить о молитвенной жизни Мы это видели в Павле Мы видели это в Енохе Явление силы Люди, которые оставляют верующих впечатление Что они являются могуществами Божьими сосудами А в глазах неверующим Это слишком опасные люди Они даже боятся приближаться к ним Чтобы стать жертвой их проповеди Вы знаете, такой знаменитый проповедник Чарльз Пержин О нем повествует история Что однажды продавали здание Один хозяин продавал здание И оно стоило в Англии Один миллион фунтов стерлингов На тот день, на то время Это было большие, огромные деньги И Чарльз Пержин пришел в эту компанию И он говорит Мы готовы купить это здание Но мы можем дать только сто тысяч И этот риэлтор, он рассмеялся Он говорит, мужчина, вы шутите? И он просто ушел Вечером звонит хозяин этого здания И он спрашивает у риэлтора Говорит, ну как там дела? Были ли какие-то клиенты? Он говорит, да, никто не интересовался Хотя был один какой-то чудак, проповедник Представляете, он предложил сто тысяч За это здание Мы, конечно же, ему отказали Посмеялись И тогда хозяин сказал А как имя этого проповедника? Говорит, Чарльз Пержин Говорит, немедленно позвоните ему И продайте ему за сто тысяч Потому что если он начнет молиться Мы вынуждены будем отдать ему бесплатно Вот таких людей Бог хочет Понимаете? Когда королева Англии говорила о Джона Весли Она говорила Я боюсь больше молитвы Джона Весли Нежели всей о французской армии Потому что мы имеем дело с Богом И когда человек наполнен Богом Это есть что-то другое уже Потому что книга деяний Это не деяние людей Не деяние апостолов Это деяние Духа Святого Который жил через них Вы можете себе представить В какой атмосфере родилось христианство Я знаю здесь в области У нас в Сибири Во всей стране В других республиках Мы часто говорим Что у нас такое место Где так тяжело проповедовать Так трудно говорить о Христе Столько много греха вокруг И он процветает Развивается Европа разлагается Америка разлагается Другие страны И кажется Грех больше и больше увеличивается Но знаете Когда мы смотрим Когда родилась церковь Представьте Было множество религий И были только 120 Которые вошли в горницу Они получили крещение Духом Святым и огнем И они пошли Представьте Родилась новая религия У ней не было истории У нее не было священства Не было духовных Каких-то семинарий Не было образования Не было статуса И никакое правительство И ни государство Оно не признавало ее И они не нуждались в этом Единственное орудие Которое у них было Это был огненный язык Который они получили в горнице И они шли в целые империи Провозглашая Иисуса Христа Мы можем читать это в деяниях И происходило это слово Происходило что-то в их них жизнях И знаете, конечно Мы радуемся Когда Господь изменил нашу жизнь Когда Господь избавил нас И знаете, часто Если мы посмотрим Местописание Если мы посмотрим Местописание из Луки И посмотрим 23 главу 42-43 стих И там разбойник висел на кресте И он сказал Иисусу Помяни меня, Господи Когда придешь в Царство Твое И сказал ему, Иисус Истинно говорю Ныне будешь со мной в раю И мы часто смотрим на жизнь Вот этого разбойника И мы схищаемся Мы часто упоминаем его Мы говорим Благодать, она спасла разбойника И это хорошо Когда благодать спасла Мы говорим То есть Человек в последний момент Может уверовать Покаяться Прийти к Господу Слава Господу И как-то Возникает само по себе Такое мнение И желание Что да Я ведь Если что-то То я могу Как разбойник В последний день Покаяться Прийти к Господу Ну знаете Да Благодать спасла его Но если мы возьмем Другой персонаж Иисуса Христа Ой вернее Апостола Яна Он единственный Из апостолов Который умер Больше 80 лет Ему было И вы посмотрите Евангелие от Яна Оно отличается От всех Евангелий Потому что он Писал ее уже Имея жизненный опыт И многих вещей Которых не затрагивается В других Евангелиях Он затрагивает Но знаете Давайте сравним жизнь Благодать спасла Разбойника И благодать спасла И Иоанна Апостола Яна Но если мы посмотрим Ихний образ жизни Очевидно Что плоды разные Разбойник молился Только один раз В своей жизни Иоанн Он молился Всю свою жизнь Когда Господь призвал его Разбойник Может быть Никогда Никого не любил Иоанн Он был полон любви Разбойник Может не сделал Никогда Никакого хорошего дела Но Иоанн Был полон Хороших дел Возможно Друзья И соседи Этого разбойника Так и не узнали Что он уверовал Потому что Их там не было Они боялись Этого креста А Иоанн За свидетельство Даже будучи стариком Который был Восьмидесятилетним О возрасте Он был на острове Патмос И поэтому У нас Не просто Пример Иоанн О вернее Разбойник А Иоанн Нам нужно прожить Свою жизнь Бог изменил нас Но он Также хочет Чтобы мы Стали его сосудами Являть чудеса И мы давайте Сейчас посмотрим Быстро Ролик Как Бог Просто Он спас меня В Камбодже Спас меня В тюрьме И знаете Просто Он употребляет Меня Для спасения Других людей И давайте Посмотрим Что происходило В Камбодже Чудо Когда Одной проповеди Открылось Камбоджа Город Сиэмриб Это указатель В тюрьму Где находятся Около Пяти тысяч Заключенных Шесть лет назад Я проповедовал В этой тюрьме И после Эти двери Закрылись Мы не могли Туда попасть И сейчас Очень трудно Туда попасть Несколько людей По особому Разрешению Христиан Приходят Проповедовать И видите Хотя на воротах Написано Добро пожаловать Но туда Не очень легко Пройти Здесь находятся Осужденные И те Которые Под следствием И кто получил Сроки уже И женщины И малолетние И даже пожизненные Они находятся Естественно В разных бараках И вот первое собрание Возле стены тюрьмы Это для хозобслуги С внешней стороны Начальство Очень внимательно Смотрит О чем я проповедую Я свидетельствовал В своей жизни Как Бог Изменил меня Заключенные Слушали с большим Вниманием И начальство Слушало с большим Вниманием Бог их сильно Коснулся И один из начальников Говорит Тебе нужно Приехать сюда И проповедовать Здесь Длительное время Что я Позже И сделаю И Чтобы каждый Человек Слышал Что Бог Может изменять Жизнь И вот этот Начальник Который Он Посодействовал Чтобы мы могли Попасть туда И конечно Его сердце Расположено Но сердце Других Они буддисты И неверующие И поэтому Я спросил Какая нужда У них есть Он говорит Нужна теплицу Чтобы выращивать Огурцы Там сухой климат А огурцам Нужна влага И я положил Это в сердце Молился И Господь Благословил И я потом Приехал И помог Им с этим На следующий день Он собрал 200 человек Чтобы Я проповедовал Евангелие И там вот Слева Вы видите 30 Девушек Сидит Вот Мы проповедуем Евангелие Я делюсь о том Как Бог Изменил мою жизнь Слово Божье Касается Потому что Этот начальник Говорит Что раньше Здесь Из бывших Осужденных Никто не проповедовал Видите Какие молодые Девушки В основном За наркотики Сидят Вот И Это живое Свидетельство Как Бог Изменяет Жизнь людей Касалась Их И многие Подняли Руку В знак Того Что Они принимают Иисуса Христа Не все Это закономерно Я тоже 30 лет назад Когда слышал Слово Божье Только молился Про себя Но здесь Многих людей Бог коснулся Они приняли Евангелие Уверовали И я верю Что Они будут Верующими Потому что Кто-то Из них Все равно Будет Следовать За Христом И вот Мы Уже Собрали Служение Со мной Приехал Владимир Якубович Музыкант И здесь Он был Со мной Неделю Мы Собрали Здесь Уже Больше 50 Девушек И Здесь Остальные Мужчины Также Проповедовали Слово Божье Раздаем Вот Подарки Иисус Сказал Что Я был В темнице Вы навестили Меня Я был Голоден Накормили Мы Сделаем То И Другое Мы Накормили Их Духовно Дали Им Слово О Христе И Теперь Даем Лапшу Вот Здесь В каждом Мешке По 5 Пакетиков И Нужно Понимать Что Мы Достигли Полторы Тысячи Человек Полторы Тысячи По 5 Пакетиков Мы Раздали Вот Это Служение Уже На Следующий День Это Возле Стен Тюрьмы Мы Проповедуем Евангелие И Здесь Ребята Уже Другие Они Слышат Слово Божье Свидетельство Касается Их Сердец Они Оживленно Слушают Володя Играет На Музыкальном Инструменте Я Проповедую Слово Божье Вот Здесь Призываю К покаянию Молитва Покаяния Склонили Головы И Молятся Эти люди Просят Иисуса Прощения Каждому Из них Я Раздал Новые Заветы По Новому Завету Вернее На Камеру И Каждому Лапшу Раздали По 5 Пакетиков Лапши Это Было Хорошее Время Видите Музыка Играет Новые Заветы Миссия Гедеон Предоставила Нам У нас Была Ограничена Поэтому По Одному На Камеру Мы Давали Новые Заветы И Если Видеть Смотрите Охрана Как они Тоже Внимательно Слушают Они Тоже Слышат Слово Божье А здесь Уже В молитвенной Комнате Видите В красной И синей Одежде Вот здесь Женщины Тоже Красный И синий Синий Это уже Которые Сроки А красная Одежда Оранжевая Это Те Которые Под следствием И я говорил Их совместно Приводят Вызывая Всех Желающих Кто Проповедовать И вот здесь Мы еще Проповедуем Слово Божье Хоза Обслуги Володя Играет Слово Божье Касается Людей И потом Я уехал Я посещаю Эти вот Молитвенные Комнаты Здесь По 100 Человек Вмещаются Они всегда Были полно Забиты Вы видите У меня Меняется Одежда Здесь Справа Уже Такие Женщины Видно Более Матерые Слева Мужчины Это было Действительно Благословенное Время Молились За больных За нужды Действительно Подходили люди Которые Благодарили Какие-то Вопросы Задавали Мы Проповедовали Здесь Множество Служений Как я уже Сказал Полторы тысячи Человек Достигли Евангелия У меня Только Меняется Одежда Знаете Лица Нельзя Фотографировать Только затылки Но Это Действительно Благословенное Время Вот я Молюсь За них Здесь Вообще Женщины Такие Матерые Слово Божье Проповедуется Это Молитвенная Комната Вот это Еще Зал Где мы Для Двухсот Человек Проповедуем На Телефон Снимают Это Просто Охранник Такие Некачественные Фотографии Это Уже Начальник Из Мампеня Приехал И мы Втроем Сидим Впереди В знак Уважения Даже Начальник Колонии Сзади Сидит Здесь Уже На стульях Вы видите Справа Малолетние Преступники Слева Женщины Я Пойду Слово Божье Вот все Они Внимательно Слушают И вот Там Зам Начальника Из Нампеня Он По-русски Говорит Учился В Минске Малолетним Преступникам Мы Раздаем Особые Подарки И Трогательно Женщины Которых Дети Родились В тюрьме Мы Им Также Даем Особые Подарки И После Там Были Беременны Еще После Служения Мы Ведем Переговоры О дальнейшем Сотрудничестве Этот Начальник Из Столицы Он Пообещал Что Еще В трех Городах Он Открывает Тюрьмы Чтобы Я мог Посещать И проповедовать Евангелие Братья Нужна Помощь С Английским Языком Проповедовать Евангелие В тюрьмах И Вот Здесь Я передаю Деньги На Теплицу Чтобы Они Построили Теплицу И Это Дверь На отношения Налажены Начальство И Мы Здесь Стоим То есть Двери Открыты В колонию Можно Приходить И проповедовать Слово Божье Особая Благодарность Людям Которые Поддерживали В молитвах Это Служение Которые Сеяли Финансы Которые Поддерживали Спасибо Вам Друзья Мы Служим Вместе Спасибо Церковь За Сотрудничество Пусть Бог Благословит И воздаст Вам Служим Вместе Несем Евангелие Каждой Твари Как Заповедал Иисус Слава Иисусу Служим 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 Для ЛТП Для Алкоголиков Первый раз В 16 лет Меня За драку Посадили В тюрьму Но Там Господь Нашел Меня В одну Ночь Изменил Крестил Духом Святым И знаете С тех пор Это Камбоджа Я проповедовал Тюрьмах Таиланде В Мьянме С тысячами Наркоманских Центров В других Знаете Потому что Не только Мы должны Удовлетвориться Что Господь Спас нас И чтобы Мы имели Бога Которым Мы восхищаемся Но чтобы Мы могли Так же Стать Инструментами Именно Поэтому Он дает Нам Дух Святой Именно Для этого Нам Дана Его Сила Бог Изменяет Нас И Он Хочет Употребить Нас Чтобы Мы Изменили Других Слава Господу За это Слава Господу Слава Господу Аллилуйя Иисус Аллилуйя И множество Других Примеров Которые Мы Можем Видеть И знаете Друзья Спасибо Что Вы Смотрели Эту Программу И вы Можете Присоединиться В Ютуб Канале Омск Церковь Жатва Смотреть Наши Программы Где мы Больше Говорим О Христе Свидетельствуем Пусть Бог Благословит Вас Мы Благословляем Вас Слава Иисусу Христу Иисус Господь Да будет Благословенно Имя Его Прославлено По всей Земле Мы Возвеличиваем Господа Всей своей Жизнью Прославляем Его Потому что Он Достоин Славы Достоин Хвалы Хвалы Да Будет Прославлено Имя Его Аминь Друзья Слава Господу Редактор субтитров